48-летняя летняя Мария Голубкина сейчас переживает вторую молодость в профессии, у нее работы хоть отбавляй, театр, кинопроекты и интересная роль в новом сериале «Германики обоюдное согласие», успешно идущем на платформе Кион. Жизнь у актрисы всегда била ключом, а если случались провисы, она сама умеет создать себе приключения и даже не на одно место. Когда Голубкина познакомилась с Николаем Фоменко, своим единственным мужем, он был женат. Но там уже история была не история, пояснила актриса в программе Киры про шутинской жена. Да и мужчина, не баран, чтобы его уводить. Для Николая она стала третьей официальной супругой. И этот брак, в котором родились Иван и Анастасия, просуществовал 13 лет. Он выпивал досуха меня, высосал как есть, уверяла Мария. Коля, роскошный мужчина, но замучил меня тем, что заставлял двигаться, реализовываться в профессии. А надо было оставить меня в покое. Хотя я испытывала зависть, что он где-то развлекается с шампанским, а я с коляской и у плиты. Коля, замечательный отец и друг замечательный, это я поняла, уже когда расстались. При разводе мы были как горячие утюги, но это со временем трансформировалось в близкие отношения друзей. Прошла любовь. Любовь бессмертна. Она не может пройти. Если прошла, значит ее не было. В 2013 году Голубкина появилась на ковровой дорожке открытие МФГа в свадебном платье и фате. Изумленным журналистам и коллегам сказала, не успела переодеться, прямиком из ЗАГСа. Сообщила, идею подбросил дружок Марат Башаров, что жених, летчик-космонавт. Многие поверили, даже дочка актрисы. Конечно, я пошутила, объяснила недавно Мария. Все актрисы к этому кинофестивалю скрупулезно готовятся, заказывают наряды у лучших кутюрье, прически, макияж. А потом журналисты их распекают на страницах глянца, то туфли не подходят к платью, то цвет волос бабушечей. И когда меня туда пригласили, я все думала, чтоб такое надеть, чтоб никто не смог ничего плохого сказать. Свадебное платье. Красиво и придраться ни к чему. Она делит мужчин на эти две категории. Охотник – это тот, кто любит гулять по лесу. Они активные, действующие. Не могут сидеть без дела. А рыбаки – пассивные, они удочку закинут и сидят на одном месте. Как бы медитируют. Рыболов ждет, а охотник ищет. Коля Фоменко – стопроцентный охотник. Мой жених Боря Ливанов принадлежал к тем, кого с дивана не сдвинешь. Интересно, есть ли золотая середина. Когда Борис Ливанов, старший сын Шерлока Холмса, вышел из колонии, где отбывал срок за убийство соседа, его стали часто видеть в обществе Марии Голубкина. Они однокурсники, раньше дружили, а тут на романтику обоих потянуло. Боря как освободился, решил видимо всех бывших однокурсниц перетрахать, хихикала его бывшая жена Екатерина Хрулева. С Голубкина у Ливанова, конечно, много общего. Маша тоже не дура выпить. Не удивлюсь, что у них по пьяни с Борькой все и завязалось. Но разговоры об интимной связи Голубкина и Ливанова быстро сошли на нет. Вроде бы он даже одумался и перестал так чудовищно пить. С дочкой в отпуске ездит, в кино сниматься пытается, в каких-то еще проектах участвует. Может и впрямь тюрьма его исправила. Бывает же такое.